Приветствую вас, как вам в общем-то правильно написала коллега, вы описываете симптомы нарушения пищевого поведения и в общем-то работать нужно именно над этим. Именно с тем, как вы пришли к этому, поскольку с точки зрения психологии еда это на психологическом уровне потребность в любви, в удовольствии, то соответственно при переносе эту психологическую плоскость можно сказать, что вы отказываетесь в любви, отказываетесь в себе в удовольствии. А то, что вы видите, как вы говорите, большую, огромную попу и жирные ноги, это связано с тем, что у вас есть некий мистический, эм... эталон, некий мистический такой идеал, если угодно, которым вы пытаетесь следовать. и который, в общем-то, недостижим. И вот важно понять, с одной стороны, откуда этот идеал, и почему вы считаете, что вы должны быть другой, почему вы считаете, что вы должны быть какой-то менее худой, там, и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, нужно вот раскрыть вам принятие себя и научить любить себя. Это тоже важная часть психотерапии. Не очень понятно, какой помощи конкретно вы просите, потому что... на основании, собственно, одного такого вопроса помочь вам нереально, потому что, ну, слишком мало информации о вас. Если вы хотите помощи, ну, действительно, настоящей помощи, если вы хотите, то мне кажется, значит... что вам необходимо обратиться к психологу, вот, и поработать с ним. Вот. Вот, в принципе, в принципе, эм... Такая вот история. На этом, в принципе, всё. Ну, я надеюсь, что мой ответ вам хоть хотя бы, ну, немножко хотя бы помог, вот. А если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго. И уже дальше. Удачи. Никак. Удачи. Удача. Удачи. Продолжение следует...